Сегодня открытие самого большого специализированного зала для смешанных единоборств ММА на базе Национального университета имени Каразина. Здесь есть все для того, чтобы заниматься ММА, для того, чтобы показывать результаты, для того, чтобы проводить сборы национальной команды Украины и для того, чтобы каждый, кто хочет заниматься этим видом спорта, мог себя реализовать в этом. Здесь достаточно большая площадь, 270 квадратов рабочей зоны, достаточно большая зона для кроссфита, чтобы физическую подготовку можно было здесь проводить. Борцовский ковер, мешки, сетка, все, что нужно для смешанных единоборств ММА. Федерация планирует в этом году разыграть первый кубок среди вузов. Уже подписан договор между Федерацией и Министерством образования. И мы планируем запустить и студенческую лигу ММА. Поэтому нас ждут много интересных событий в мире не только профессионального спорта, но и студенческого. Очень приятно присутствовать в таком шикарном зале, действительно шикарном, просторном. Но хотелось бы сказать, что таких залов, к сожалению, их мало. Их нехватка, катастрофическая нехватка спортивных залов, бассейнов, да в принципе всего. Потому что у нас мэр, конечно, дал большой такой толчок развитию спорта. И мы сейчас все видим, все бегают, все плавают, все прыгают. И, конечно же, мы со своей стороны, как и Академия физической культуры, пытаемся полностью обеспечить тренерским составом, обеспечить спортсменами, которые также у нас учатся. И вот приятно, что Каразина всячески содействует в этом. Это новый шаг в организации процесса тренировок ММА в Украине. Мы подошли к организации этого процесса полностью согласно новым тенденциям, которые присутствуют в плане подготовки спортсменов. То есть это оборудование не только ковра и мешков, но и подготовка силовая спортсменов. Комплекс этих мероприятий как раз и позволяет полностью подготовить спортсмена в той нужной кондиции, которая требуется для проведения больших серьезных соревнований. Нас ждут еще не только местные соревнования, но и крупные соревнования, подготовка которых будет здесь происходить. Это и чемпионат Европы, и Кубок Украины, который пройдет буквально через две недели. А также еще и участие нашей молодежной сборной, молодежном чемпионате на всемирных играх в городе Минск. Редактор субтитров А.Семкин